МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Год 75-летия победы для Владимира Федоровича Дворникова юбилейный. Почетный железнодорожник, бывший начальник отдела фотоснабжения Башкирского и Самарского отделений Куйбышевской магистрали, отметит 90-летие. Владимир Дворников родился в крестьянской семье в селе Иванырс Пензенской области. Отец, дед и прадед Володя были плотниками, а вот сам он продолжить традицию не смог. Началась война. Внимание, говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война Советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! Давай, страна огромная, давай на смертный бой! ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ И мы сразу, мне кажется, позорослили, потому что мы остались в семье отец, потом через некоторое время ушел на фронт старший брат, и мы остались в семье, нас там мать, естественно, два брата еще, то есть три брата, и еще была сестренка у нас маленькая, пятилетняя. В семь лет Владимир Дворников пошел в школу. Вспоминает довоенное детство, как зимой катались на самодельных лыжах, летом играли в тряпичный мяч, лапту, ходили по ягодам грибы. А 22 июня 1941 года по радио услышали страшное слово «война». Жизнь, вспоминает ветеран, сразу изменилась. Взрослые ушли на фронт, и они, четверо сыновей, остались на попечении матери. Старики, женщины и дети как могли заменили взрослых. Володя помогал матери, возил из леса дрова, таскал воду, да мало ли дел по дому в деревне. С речки надо было для питья принести, выводы для приготовления пищи. Значит, надо залезть за дровами, сходить, там полностью печное было отопление. Значит, огород надо копать, посадить, прополоть, потом выпить урожай. То есть все домашние работы вот легли на нас двоих. Он был с 28-го года, я с 30-го года. И снова вот посадить, ну а сработало, естественно, МТС, у нас был МТС, перейти машинно-тракторной станции. Значит, работали и на прополки, на посеве, на уборке урожая, там, хлебозерновых, овощных культур, и, естественно, на кос. И хочу в чем-то самое главное, вот запомниться, почему вот эту работу нас тянуло. Знаете, еще почему? Вот на покосе, на уборке урожая, это то, что называется, страда урожая, значит, варили щи, как сказать, колхозные. Естественно, были не с мясом. А у нас еды-то, вы знаете, там сами картошка больше еще не было. Вот это нас, мы еще и поедим. Нас тянуло, хотя, ну и работали, конечно, мы не, как сказать, не считаясь ни со временем, чем. Обязанность рабочих, служащих, толхозников сейчас заключается в том, чтобы снабдить наши действующие части всем необходимыми материалами, нужными для разгрома гитлеровских бандов. Копно делали, соломные, и до тех, пока не закончится привезенный материал, ну, я имею в виду, снопы. Ну, естественно, мы, значит, и далее приходилось ночевать там, на этой соломе же, и утром опять чуть свет нас будили, и опять начинали работать. Мы не забыли, что такое выходной, что такое праздник. То есть работали, ну, сказать, отдавали все себе, мы не думали, мы там, там, здоровье, значит, благополучие, что ли. И, как говорят, за медаль не работали, а работали просто не считаясь ни с авариями, ни с здоровьем. Когда на лошадях стали работать, надо на лошадь погрузить. А летнее время, вы знаете, сейчас тут в городе не так и не замечалось, в летнее время, в лесу, авадья, шмели, комары, там, такие, значит, вот это все осаживается на живые люди появились в этом лесу. Там у нас лес был огромный. Один раз такой жаркий день, и до того, значит, этих комарьев, авадьев и шмелей много, что лошадь не выдержала и убежала из леса от меня. Я остался, значит, у меня инструмент, там, значит, лес, топорик был с собой, веревки. И я, значит, пешком на себе, вот это все, а там где-то километр четыре, наверное, на улице, прихожу, плакал, конечно, пришел, запхоз, что ты в дело пришла? Я говорю, ну, хорошо, лошадь, пропадет лошадь, хорошо пришла, а ты живой, ты живой, вот принес все. Мужская половина семьи ушла на фронт, а женская и детская вела свою войну за выживание в голодном колхозе. Войну было очень тяжело, но мы были детьми, говорит Владимир Федорович, поэтому нам удавалось забывать о том, что идет война. Отвлекались в игре, а вот взрослым приходилось тяжелее. У них главная забота – детей накормить. Но жили при этом очень дружно. Наши воспитали, вот все надо любить к труду, в первую очередь, любовь к старшим, уважение. И все мы, значит, вышли нормальные люди, порядочные люди. Одна семья, один дом, мы же были в одном доме. Мы никогда не слышали, чтобы родители между собой ругались, или оскорбляли, или унижали друг друга. А безграмотные были. А вот эта вот тактичность, уважение друг к другу, естественно, отца никогда не видели пьян, он был плотник. Мы вставали, как говорят, ложились спать, и вставали, он стучал молотком, строгал, пилил, и все при наших глазах. То есть труд, а мать тоже самая, она домохозяйка сначала, когда до войны была, потом уже, значит, война началась, пошла работать в МТС, а до этого занималась тоже хозяинка. Семья-то большая, она безграмотная, деньги на только по цвету, по цифрам не определяла. Но по самому, я еще раз хочу повторить, что по своему стату, что ли, по самому положению, их можно назвать прямо гениальные родители были, нам просто повезло. Пришла весна 45-го, а с ней и долгожданная победа. Стали возвращаться фронтовики, пришел с войны и отец Володи. Юноша решил продолжить учебу и поехал в Пензу, где поступил в техникум железнодорожного транспорта. Поступил в 46-м году, в техникум, в 50-м году закончил, и меня направили по направлению на Уфимскую железную дорогу, работать. Владимир Федорович всю жизнь проработал в отделах водоснабжения в разных городах Союза. Был неоднократно поощрен за ударный труд именными наградами. На его счету более 100 благодарностей. Вот это железнодорожная награда, вот это самый главный почетный железнодорожник. Это меня получил в 1980-м году, когда проехали с осмотром начальника дороги, и в министерстве был осмотр хозяйства. И наше хозяйство признали самым лучшим, где назначили по истории почетного железнодорожника. А вот это вот, это в честь 130-летия железнодорожника, знак, а это же вот я ушел на пенсию, прислали мне звание ветеран Куйбовской железной дороги. Великая Отечественная война все дальше уходит от нас, все меньше становятся свидетели тех дней. Но мы должны сохранить имена ветеранов, тружеников тыла. Их воспоминания – это память, память о былом, об опыте прошлого, о людях. Самара достойна звания «Город трудовой доблести». К акции по сбору подписей может присоединиться каждый. Голосование на сайте samaradobleсть.rf Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова